Вести Ульяновск. Продолжает прямой эфир телеканала «Россия». В студии Владислав Витковский. Добрый день. Смотрите в выпуске. Сосульки и снежные глыбы грозно нависают с крыш. Промышленные альпинисты в первую очередь очищают самые опасные скатные крыши. Скорая помощь для опекунов. Ульяновске создается независимая служба сопровождения приемных семей. На роликовых коньках и с флагами так торжественно в новой Малакле открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Власти Ульяновска активно взяли за наведение порядка во дворах жилых домов и на улицах города. Речь о расчистке снежных завалов и уборке крыш. В контакт-центре даже открыли специальную горячую линию. Чистый двор это обязанность управляющей компании. Если у вас не так, звоните на горячую линию городского контакт-центра по телефону 737-911 или 05. В случае, если управляющая компания на отвес отказывается оказывать такие услуги, которые прямо предусмотрены их тарифом, можете подробно за консультацией правовой обратиться к нашим юристам. Тоже по телефону горячей линии. Обращение не только запишут, но и проконтролируют устранение причин жалобы жителя Ульяновска. Сейчас таких заявлений поступило 25. По проблемным адресам отправились солидные бригады дворников, подкрепленные техникой. Аналогичным образом построена работа и с очисткой кровель. Бригады промышленных альпинистов в первую очередь занимаются скатными крышами, к тому же не оборудованными парапетами. Большая проходимость людей, много народу. Приходится как-то смотреть за тем, чтобы снег не падал и сосульки на прохожих. Надо будет отгонять машины, надо будет там ребятам вести себя очень компетентно. Сугробы и снежные шапки наблюдаются в Ульяновске не только во дворах жилых домов. Офисы и магазины даже в центре города находятся в неухоженном состоянии. И здесь арендаторов зданий ждет штраф. Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьями 8.1, 8.2, 8.3 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях. На первый раз предусмотрено предупреждение за данные нарушения. За последующие для физических лиц до 3000 рублей штрафные санкции, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, и для юридических лиц от 70 до 150 тысяч рублей. В ближайшие дни обильных снегопадов в Ульяновске не ожидается. Поэтому и у предпринимателей, и у управляющих компаний есть время навести порядок на подведомственных территориях. Дмитрий Емельянов, Вести Ульянов. В центре новой Малыклы появился большой факел. Такое название носит новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен в самом восточном муниципалитете нашей области. Уже в день открытия он привлек большое количество местных жителей, а также гостей из областного центра. В стенах факела побывала и съемочная группа программы «Вести Ульяновск». Дорога к новому спорткомплексу стала, пожалуй, одной из самых оживленных в новой Малыкле. Увидеть своими глазами изнутри спортсооружение, строительство которого стало для поселка событием, спешил и стар, и млад. Самые активные уже испытывали покрытие нового спортзала. Занимаюсь в основном футболом, но в школе еще играю в баскетбол. В баскетбол мы играли в основном в маленьком зале, но в финале мы уже играли в структурно-оздоровительном комплексе тоже. Было очень здорово, хотели себе такое же поле играть, чтобы развиваться больше, потому что на маленьком початке тяжело играть. А вот будущая выпускница школы из соседнего Новочеремшанска порадовалась за будущее поколение местной детворы. Девушка говорит, что по-хорошему им завидуют и уверена в успехах. Факели будут заниматься не только ребята из райцентра, но и из близлежащих населенных пунктов. Мне кажется, у них пойдет все на высшем уровне, они будут заниматься и будут давать высокие результаты. В расположенном на втором этаже зале для единоборств местные мальчишки, занимающиеся борьбой, освоились довольно быстро. А вот опробовать бассейн первыми поручили ульяновским спортсменам под руководством опытнейшего Сергея Прохорова. Ребятам из Ульяновска предстояло провести своеобразный мастер-класс для местной детворы, которая не слишком сильна в водных видах спорта. Но только пока. Все новое, выглядит очень хорошо, вода хорошая. Плавать можно, тренироваться, я думаю, тоже все получится. В целом же новый спорткомплекс одновременно может принять до 500 человек. Есть и все условия для проведения соревнований достаточно серьезного уровня. Здесь будет кипеть ежедневная, насыщенная, интересная спортивная работа, так как действительно Новомолопинский район отличается такой целеустремленностью, есть определенные результаты. И вот благодаря появлению нового ФОКа, я думаю, эти результаты только улучшатся. На официальном открытии спортсооружения флаги не выносили, а вывозили на роликовых коньках. Зато был традиционный символический ключ и искренние слова поздравления жителям района от почетных гостей. Я хочу искренне пожелать вам всем, независимо от года, чтобы вы прекратили в этот спортивный комплекс и утром, и днем, и вечером. И правительство, и закладательное собрание региона сделает все, чтобы так осмотрелся каждый муниципальный день. На прошедшем здесь же совещании по вопросам спорта обсуждался план проведения соревнований на ближайший год, а также дальнейшие перспективы программ, связанных с преобразованием спортивной инфраструктуры. Согласно планам регионального министерства спорта, в ближайшие пять лет целый ряд спортивных объектов Ульяновской области построят или отремонтируют. Так, например, в Индзе должен появиться новый бассейн, а центральный стадион труд в Ульяновске реконструируют к предстоящему чемпионату мира по футболу, так как здесь может появиться тренировочная база одной из сборных. Отремонтируют и еще целый ряд спортивных объектов по всему региону. Игорь Хранцев, Дамир Губеев, Вест Ульяновск, из Новом Лаклинского района. 27 ДТП, в которых три человека получили различные травмы, такова сводка областной госавтоинспекции за минувшие выходные. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей в состоянии опьянения. Об аварии с летальным исходом. Светлана Царькова. 16 января в 2.50 на 96-м километре автодороги Ульяновск-Демитровград-Самара, Мерекевского района, по предварительной информации, водитель 82-го года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», не справился с управлением, совершил съезд дороги с последующим наездом на световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля госпитализирован в лечебное учреждение, где от полученных травм, не приходя в сознание, скончался. В Ульяновске определенные места для проведения крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается освящение воды. После на водоемах проходят купания. В Ульяновске омовение можно будет совершить в Иорданиях, расположенных в районе автомеханического техникума, улице Шолмова, микрорайон Свияга, поселка Ленинский, кафе Роза Ветров, парка 40-летия ВЛКСМ, в поселке Белый Ключ, на набережной Свияги, Улгу, в селе Арское. В этих местах купальни будут оборудованы специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду. Спасателями проводится ежедневный мониторинг состояния ледового покрова на водоемах города Ульяновска. По состоянию на сегодняшний день ледяной покров неоднороден. В связи с этим настоятельно рекомендуем жителям города Ульяновска самостоятельно не рубить поруби, а использовать только специальные места, санкционерные места, на которых будет осуществляться дежурство спасателей, полиции и медиков. Дежурить спецслужбы будут с 22 часов 18 января до 6 часов 19 января. Ульяновцам необходимо соблюдать правила нахождения возле купелей, не выходить на лед большими группами людей, не допускать маленьких детей к проруби без сопровождения взрослых, не купаться в нетрезвом виде. Также от купания в проруби следует отказаться людям с бронхиальной астмой, болезнями дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В храме Спасского архиерейского подворья сейчас находится икона с частицей мощей Сергия Радонежского. В Ульяновск образ прибыл впервые и пробудет в нашем городе до 28 января. Сергий Радонежский, живший в 14 веке, очень почитаем в России. Он основал под Москвой Троицкий монастырь. В настоящее время это Троица Сергиева Лавра. Варфоломей такое имя дали мальчику при рождении. Чудеса являл еще сотрочество. Он никак не мог научиться читать и писать. О чудесном научении отрока грамоте рассказал в своем житии Епифаний Премудрый, ученик Сергия Радонежского. Епифаний говорит о том, что Варфоломей долго и усердно молился, прося Бога помочь ему научиться писать и читать, чтобы познать священное писание. Я пришла в монастырь как раз поклониться иконе Сергия Радонежского, помолиться этому святому. Я его чту давно, еще с момента поступления в ВУЗ. Он считается как покровителем и помощником в учебе. С того момента я просила помощи в поступлении. Сейчас у меня дочка уже в школе учится. Биография Сергия Радонежского показательна тем, как вера в Господа помогает преодолеть любые трудности. Так он призвал князей русских объединиться, отбросив в сторону все разногласия и покориться власти князя Московского. Это впоследствии стало главным условием освобождения татара монгольского ига. Иногда свойственно воспринимать различных святых своего рода как узких врачей-специалистов. Когда к одному святому обращаются с просьбой о высцелении от болезней, к другому о благословении в семье или браке, к третьему о помощи в учебе или путешествиях, к четвертому о благополучной торговле и еще о каких-то земных наших нуждах. И отчасти это справедливо. Однако важно помнить, что любой праведник, любой угодивший Богу святой, в первую очередь, являет нам пример. Святыня пробудет в нашем городе до 28 января. В дни пребывания иконы с мощами Сергия Радонежского храм Иверской иконы Божьей Матери на территории возрождающегося Спасского монастыря будет открыт с 5.30 утра до 9 вечера. Елена Тимонина, Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. В Ульяновске создадут службу спасения приемных семей. В минувшие выходные во Дворце творчества детей и молодежи прошел благотворительный концерт Ассоциации приемных семей Ульяновской области. Все собранные средства пойдут на создание первой в нашем регионе независимой службы сопровождения приемных семей. Подробности в нашем репортаже. Концерт с участием детей и для детей. Настоящий семейный праздник с аниматорами, песнями и мастер-классами для юных гостей. Ассоциации приемных родителей всего два года, но у нее уже много хороших дел. Прежде всего, это, конечно, поддержка родителей, сознательно решивших стать многодетными путем усыновления и удочерения детей, оставшихся без опеки. Сегодня на сцене будем участвовать три большие многодетные семьи, у которых от семи до десяти детей. Представляете, какая большая команда новых граждан вырастет достойными людьми в этих семьях. Одна из таких команд – семья Владимира Остраумова. Сегодня он со старшим сыном Артемом пришел поддержать друзей и товарищей, по счастью, быть приемными родителями. Говорит, что главное в воспитании – правда и ответственность. Никогда не лгать и держать свое слово. Если обещал, сделай. Я их тоже этому учу. Никогда не врать. Никогда. На вопрос, сколько всего приемных детей, а сколько своих из десяти, ни Владимир, ни его сын не смогли сразу ответить. Настолько семья уже стала единым целым. Все друг друга понимают. Взаимовыручка такая идет. Нет никого там единоличника или что-то типа того. Все дружно с семьей. Но, к сожалению, так бывает не во всех приемных семьях. По словам психологов, интеграция детей в новую семью зачастую сопровождается проблемами, а иногда и настоящими кризисами. И родительство – это серьезный труд. Те родители, которые действительно открытым сердцем, и они могут эту функцию нести детям, эту функцию они могут осуществить. Так здесь происходит сотрудничество. Но сотрудничество происходит не сразу. От полгода до двух лет происходит адаптация ребенка к семье. Именно поэтому так важно сопровождение приемных семей, говорят в ассоциации. Сегодня они рассказывают о новой структуре, которая призвана помочь как детям, так и родителям – независимой службе сопровождения приемных семей. Эта структура станет мобильной скорой психолого-правовой помощью для потенциальных и действующих опекунов. Везде, где можно, в средствах массовой информации, на сайтах, везде говорим о том, что есть такие специалисты, есть такая возможность обратиться, получить консультацию, даже можем выехать на место, и что это даст свой положительный результат. В этой службе готовы работать психологи, логопеды, учителя. Работа будет адресная, с индивидуальным подходом. Специалисты смогут вести семьи на протяжении нескольких лет. Работа независимой службы сопровождения приемных семей прежде всего направлена на то, чтобы не было вторичного сиротства. Поэтому особое внимание будет уделяться кризисным семьям, там, где от ребенка приемные родители готовы отказаться. Проект независимой службы сопровождения создается на общественных началах, и сегодня любой желающий может сделать свой вклад в такое серьезное дело. Все подробности можно уточнить на сайте дети73.ру Ирина Силкина, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Вести Ульяновск следят за развитием событий в регионе. До встречи в 18.20. Сейчас в Ульяновске 15 градусов мороза. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду.